подошла пара буду делать печь куличи посмотреть как хорошо подошла напекла куличиков вчера я их пекла до часу ночи так уж получилось вот такие красавцы и вот здесь еще один куличик сейчас буду для них делать помадку варю помадку сейчас растоплю сахар потом добавлю желатина лимонной кислоты получается помадка которая не осыпается прекрасно замечательно уже в течение пяти лет делаю век рецепт Получается уже белая масса. Нам нужна масса до такой степени готовности, будет как белки, то есть пик, пик, еще добавим туда 2-3 капли сока лимона, либо на кончике чайной ложки лимонной кислоты, я добавлю лимонный сок, вот видите, она уже. Куличик у меня получился. При разрезании этого кулича и других, которые я помажу, помадка абсолютно не осыпается, она мягкая, сладкая очень. На дачу мы приедем, я обязательно порежу, если дома мы не успеем. Поздравляю вас со светлой Пасхой, здоровья, мира, всех благ. Ну а мы отправляемся на дачу. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас прибралась в курятнике, куры разбили все яйца, которые мы подкладывали под несушку и больше не сидят. Пока я пробираюсь, они вон гуляют, кто в смородине, кто где. Сейчас они лысовато, перри продолжают выпадать, то ли линяют, то ли что. Вот видите, и попы лысые, и шеи лысые. Смотрите, какие смешные. Ну отпустила их погулять немножко. Всю неделю все-таки сидят, там не погуляешь, травки такой вкусные не поешь, землю не порыхлишь. Да, девчонки? Травку кушают. Хотя мы им кидаем травку, но кому-то нравится такая, которую бы они увидели и хотят попробовать. За сегодня снесли 6 яиц. Пока недели у нас не было, 6 яиц разбили. Почему разбивают, непонятно. Это помимо тех, которые мы подкладывали в несушки. То есть всего 12 яиц. А нет, 7 там, да, 15, наверное, яиц разбили эти девочки. Воды им хватает, не знаю почему. Вот разбивают, раскалывают яйца свои. Все, посмотрите, какие бордюрные терпаны. Они раскрывались, были очень красивые. Вот фиолетовые, нежные такие. Прям совсем маленькие. Вот, может, видите, прям совсем, можно сказать, в земле цветут. Очень красивые. Называется Пиноккио. Распускается потихоньку. Роза. Гортензия. Лилейники. Мак уже достаточно большой. Все красиво, зелено. Я очень люблю, когда такая листва. Не сожженные, не обожженное солнце. Вот здесь терпаны, они попозже будут. Персик проснулся. Дал листочки. Хосты просыпаются. Очень все красиво. Нежный такой цвет. В прошлый раз не стала показывать. Сама не поняла, что это. У меня вышел салат. Который я сеяла. Знаете, каким способом? Вот, в цветонос уходит салат. Берете эту коробочку, срываете, кладете на землю и присыпаете сверху. У меня вот такими кучками вышло. Еще побольше я сейчас просто рассадила. Вот, с большими кучками. Вот, и у меня по всему огороду рассадила их. Все-таки это салат. Сначала не узнала, что это за растение. Это салат все-таки. Здесь немножко укроп бросила. Так что, кто хочет, у кого не получается, его, допустим, весной высадить, то холодно, то еще как-то. Так, под зиму здорово получилось. Вышел хорошо достаточно. Считай, все семена свежие, вызревшие и непокупные. И здесь у меня вышла монарда. Призимовала она прекрасно. Вот. Вот такой уже кустик. Также тюльпаны здесь. Почему-то. Не видно их. Расцвел рябчик. Королевский. Вот такие желтенькие у него бутончики. Красивый. Это еще где-то, да. Еще что хочу показать. В прошлый раз я смотрела и не нашла. У меня все-таки вышла... Вышла гипсофила. Извините. Извините. земля в чесноке после зимы просто ужасно как камень сейчас пытаюсь ее прорыхлеть очень тяжело это сделать чеснок уже большой листики кончики начали желтеть то что не хватает кислорода и надо еще добавить удобрения и 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 Субтитры создавал DimaTorzok